Начиная любые красивые маневры, первый этап увлажнение. И маска с гидрогелем идеально вписывается в мою концепцию. Открыл, нанес, немного подождал и зная, что кожа имеет некоторые нюансы, использую базу для сглаживания пор от Too Cool For School. Чуть не забыл, маска от этами. Кстати, по поводу нюансов кожи. Чем больше она увлажнена, тем лучше, я бы сказал, равномернее сам процесс нанесения последующих продуктов, а с ними немного поиграю. Я откажусь от матирующего тона и сделаю другой рискованный маневр, проверенный на фестивальной богеме. Против всех правил использую самый плотный тон от Cover FX. Добавил помаду в качестве пигмента для адаптации по тонной коже и каплю жидкого холайтера от Nageleali. Получил довольно-таки густую консистенцию и, что самое главное, это позволяет перекрыть любые нюансы кожи. Наношу довольно-таки плотно и промакиваю пуховкой. Уверен, у кого-то могут возникнуть вопросы, мол, кожа склонная к жирности и вдруг густой плотный тон. Сумасшествие, но поверьте, знаю, что делаю. Далее использую корректор от Стара Джефровича. Все по моей классике и, честно говоря, сейчас плотность нанесения меня мало интересует. Вальс пудроведа никто не отменял. Я использую очень матирующую воздушную пудру восточного бьюти-прома и легкими круговыми движениями очень тщательно матирую всю поверхность кожи. А вот теперь наиважнейший маневр. Я обильно применяю фиксирующий спрей от Max Factor. Конечно, без эффекта не агары. И затем очень детально промакиваю. Подчеркиваю, промакиваю кожу сухой пуховкой. Влажная кожа позволяет впитать в пуховку всю плотность тона и оставляет на коже визуальный идеал. Продолжаю рискованные маневры. Несмотря на то, что губки так и просятся в нудяшки, играю с интенсивным цветом. Четко прорисовал контур карандашом от L'Oreal и знакомую уже вам помаду от Caliste наношу на ярко акцентированные губы. То есть остальной макияж уже переходит как бы и в дополнительную декорацию. Само по себе лицо очень выразительное. И поэтому контурные маневры пудры от Romanova Makeup не столько для подчеркивания формы, сколько для сглаживания омала лица, чтобы не умчаться в пресловутый и неконтролируемый дубайский синдром. Глаза скорее зеленые и контрастные оттенки будут в самый раз. Чтобы не перебить главный акцент, смешал жидкие тени от Luxe Visage и равномерно наношу на подвижное веко с легкой растушевкой складки. Немного блестяшек для глубоко посаженного века будет вполне приемлемо. Рисую что-то вроде смокушек, но без какого-либо сумасшествия. И обязательно балансирую нижнее веко. И по идее с глазками можно остановиться так, чтобы не уйти в вечерние страсти. Имея выбор, как-то мне совсем не хочется усиливать брови. Оставлю их как есть. Лишь подчеркну форму фиксирующим гелем от Belour Design. И пожалуй, этого будет вполне достаточно. Но классическое задымление контурной пудры это уже неотъемлемая часть моих маневров. Это позволяет смягчить объем верхнего века и контролировать блестяшки там, где их не должно быть. Использование туши и каяла, как вы понимаете, всегда в паре. Последовательность не суть важна. Тушь Манифест делает свое черное дело по всем правилам визуальной поэзии. И по традиции я прокрашиваю верхние и нижние ресницы. Но каял от Романова Мейкоп нарисовался как бы сам собой. Несмотря на желание воспользоваться блеском, все-таки откажусь от этой затеи. Очень тонкая грань. Поверьте, может быть перебор. Так что по классике воспользуюсь метеоритами от Герлен. Вуаль Света всегда хорошо. И пожалуй могу закончить мое рискованное маневрирование. И по традиции хочу всем пожелать удачи и красивых вам макияжей.